уважаемые рыбы всем доброго времени суток вы на канале о котором и с вами ольга сегодня предлагаю вашему вниманию таро прогноз на неделю с 9 по 15 октября включительно что вас ждет в этом периоде информация общего характера поэтому расклад подойдет как женщинам так и мужчинам я вас всех приглашаю к своему столу что мы сегодня просматриваем все то что может волновать любого человека дом семья быт взаимоотношения работа карьера возможные доходы расходы кредитные линии для тех для кого это важно внешний мир в отношении в отношении вас любая информация на которую расклад будет делать акцент все мы с вами будем разбирать подробно также в раскладе будут карты скрытых факторов или карты форс-мажора подведем итоги этой недели также посмотрим какими для вас могут быть выходные дни сейчас традиционно вы можете загадать картам один вопрос желания это карта которая достану самые последние после основной выкладки всех карт вашего расклада и ответит на загаданный вами вопрос поэтому думайте о своем желании напоминаю что все те кто знает свой асцендент просмотр вы можете делать также и по асценденту и по своему основному знаку зодиака и то и другое верно колода готова и я приступаю к выкладке уважаемые рыбки все карты вашего расклада перед вами и я приступаю к его чтению ваш расклад начинается с двух женских карт это королева жезлов и королева кубков по королеве кубков если меня смотрят женщины рыбки конечно же это вы собственной персоной как красивая женственная открытая женщина в отношении многих и вы можете быть прекрасной собеседницей прекрасной подругой для других поэтому конечно же к вам тянутся люди и я вижу что рядышком с вами есть еще одна женщина это может быть как подруга знакомая коллега с которой вы что-то вместе обсуждаете и сейчас вы друг для друга важны если говорить о мужчинах рыбах то на вашу жизнь может влиять в начале этого периода как минимум две женские особы так как расклад начинается с королевы жезлов скорее всего начиная с понедельника что-то активно меняется решается очень много разговоров сплетен и возможно вы кого-то с кем-то обсуждаете или кто-то большая вероятность что может обсуждать и вас но неделя начинается хорошо поспешите что-то сделать примерно понедельник-вторник успеть потому что середина недели может быть немножечко напряженная вижу в центре двойку мечей и карта может показывать какие-то сложные или напряженные или конфликтные ситуации и эти ситуации могут касаться и личных отношений и рабочей сферы для тех кто при работе на внешний мир выпали также две сложные карты большом кресте вашей судьбы вот большой крест это карта восьмерки кубков и карта пятерки мечей по пятерки кубков скорее всего вам не захочется с кем-то общаться вообще у вас на кого-то обиды и скорее всего что-то накапливалось уже и ранее по пятерки мечей это может быть любое предательство любая человеческая подлость низость который сталкивались раньше или еще можете столкнуться конечно если меня смотрят те кто находится в состоянии войны вы находитесь на таких территориях то по пятерки мечей это продолжение военных действий война в которой нет победителей нет побежденных мы видим короля который возвышается над целым полем трупов мечей и вот эти карты могут говорить о том что вы сознательно уходите от такой информации потому что устали слышать или не можете больше слышать это что касается людей которые управляют которые у руля власти явно тут ваше недовольство в отношении тех кто всем этим правит в дом ваших финансов также выпала напряженная карта короля мечей которая говорит о том что многие из вас способны заработать но доходы даются вам в сложностях приходится много думать если у кого-то есть долги или кредиты могут возникать проблемы поэтому долги нужно закрывать и сейчас не самый благоприятный период для того чтобы проворачивать какие-либо крупные сделки немалые не средний не тем более масштабные пока от денежных инвестиций лучше воздержаться по девятке кубков я вижу что будет и радостная информация когда вы хоть ненадолго сможете переключиться на что-то хорошее чему-то порадоваться с кем-то пообщаться но потом снова на вас как будто бы накатывают какие-то страхи сомнения переживания и вы все время думать о том что в вашей жизни очень много нестабильности при том во многих сферах и в личной и деловой сфере сейчас мы возьмем карты на профессиональную сферу потому что на этой неделе все-таки как-то вам не просто смотрим что нужно знать тем кто при работе и те кто при работе выпла карты пятерки пентаклей она может показывать очень слабые доходы или то что сейчас некоторые застой в работе или то что кто-то вообще может быть без работы карта показывает много усилий но маленький результат карта совета для вас повешенный старший аркан карта говорит о том что нужно немножечко подождать что-то будет меняться но нужно время вы действительно себя чувствуете как заложники или заложница ситуации но головой вы все время думаете о том как найти выход как что-то поменять еще одна карта совета это карта императора во многом вам поможет мужчина для женщин который в супружестве карта может показывать супруга но это может быть и любой другой человек который повлияет на ваше трудоустройство или на ваш финансовый поток но стабилизация тут будет по многим вопросам и это касается и мужчин так как в дом финансов выпала мужская фигура то мы здесь уже наблюдаем два мужских лица и две мужские фигуры могут показывать важные переговоры или спорные моменты которые нужно решать чем быстрее тем лучше для тех кто без работы что вам нужно знать для вас выпала карта старшего аркана жреца эта карта говорит о том что вам кто-то готов помогать или покровительствовать в мужском лице как совет эта карта говорит о том что стоит искать работу официальную если вы ищете работу даже если вы на пенсии я вижу что у вас могут быть стабильными выплаты льготы или субсидии если вы собрались что-то оформлять или переоформлять то этим вопросом нужно заниматься уже в ближайшее время получить то что вам нужно вы сможете для тех кто все-таки активно работу ищет для вас выпала карта туза мечей она может говорить о том что то что вы хотите получить сложно может быть есть конкретное место работы на которое вы хотели бы попасть тут могут сложности и организационного характера и документального характера и информационного в том числе может быть вас чем-то нехватка информации может не хватает каких-то бумаг или документов для трудоустройства в общем проблемы есть но решить их возможно возьмем для вас еще одну карту это четверка кубков до определенного момента не получается что-то сделать или получить желаемо старайтесь не нервничать а просто подождите четверка кубков показывает отдых но в то же время вам гарантирована чата поддержкой из близких то есть вы один на один с какими-то своими проблемами все равно не останетесь и возьмем для вас еще одну карту это карта тройки жезлов чуть позже начнется движение карта может показывать и вопросы образования обучения для кого-то из вас поэтому если вы хотите пройти какие-то курсы тренинги или мастер-классы в добрый час любая учеба пойдет вам на пользу и тогда будет и движение по работе и я так полагаю что вас еще позже будет выбор вариантов хотя сейчас сложности что-то на уровне разговоров но по факту пока ничего не происходит но теперь посмотрим что происходит вашей личной жизни начале наших семейных пар для семейных уже первая карта выпала восьмерка кубков и 2 выпала девятка кубков конфликты могут возникать но я вижу что вы стараетесь от этих конфликтов уходить и вы почему-то в этих отношениях выглядите менее выигрышно чем ваш партнер потому что ваш партнер или партнерша особо не заморачивается из-за того что у вас может быть что-то не то или не так он или она считает что все в порядке но у вас внутренняя психологическая проблема того что вам с вашим партнером не по пути вы от него или от нее устали вы считаете что этот человек вас тянет где-то в чем-то назад или в чем-то проявляет несерьезность и несмотря на то что ваш партнер может оказывать вам знаки внимания пытаться семью сохранить пытаться вас чем-то радовать девятка кубков может показывать какие-то подарки для вас и человек который рядышком с вами может вас любить но вы скорее всего уже ни в чем не уверены и в своих чувствах в том числе потому что между вами могут стоять те обиды которые были раньше даже если сейчас партнер или партнерша старается но по девятке кубка в доме будет и радость возможно действительно у вас будут гости или ваш партнер попытается вас чем-то удивить но вам а особенно от этого не холодно не жарко карты могут показывать безразличие если меня смотрят семейные мужчины то скорее всего на вашу личную жизнь может влиять две а то и три женские особы я вижу что вы не обделены женским вниманием и тут возможны измены и вмешательства матери в отношения или женщины старшие в роду как будто бы женщина постоянно дает советы но из-за этого в доме или в вашем сердце возникают конфликты на этой почве тоже могут быть споры в подсознании вашего партнера в отношении вас негатив также есть негатив я это вижу у вас может быть внутреннее ощущение того что вас предали поэтому сложно говорить о спокойных гармоничных отношениях давайте посмотрим что происходит у наших свободных рыбок для свободных выпла карта туза кубков короля кубков и карта рыцаря мечей первые две карты говорят о том что у наших свободных вроде бы в личной жизни все нормально если вы с кем-то встречаетесь то могут продолжаться встречи есть человек если с меня смотрит женщина который у вас заинтересован но есть еще один мужчина из-за которого вы нервничаете это может быть бывший это может быть какой-то человек который вас настойчиво добивается но вы его не хотите если меня смотрят мужчины рыбы то с вами за сердце какой-то женщины может конкурировать еще один мужчина вы очень влюбчивы вы быстро привязываетесь к человеку но потом сами же из-за этого страдаете возможно кто-то сознательно пытается по этой карте разрушить ваши отношения даже если вы встречаетесь между вами тоже могут происходить конфликты на почве ревности но это могут быть и любые другие причины из-за которых между вами пропадает взаимопонимание поэтому не стоит пока ни с чем спешить не стоит особо кому-то привязываться для того чтобы потом не было больно тем более что в скрытых факторах я вижу верховную жрицу карта которая говорит о женской холодности и рядышком пятерка кубков и это разочарование в личном если говорить о женщинах то рядышком с вами может быть человек которого вы знаете давно или это человек который для вас просто как друг может оказывать к вам знаки внимания или у этот человек нравится вам но вы больше чем дружба в этих отношениях другого не видите очень много сомнений в душе и в то же время прекрасная интуиция могут быть частые смены настроения по верховной жрицы так полагаю что все равно понадобится чата психологическая помощь или какой-то разговор с женщиной по верховной жрицы это может быть женщина психолог врач таролог астролог просто для вас женщина которая является старшим чем-то другом или опытная наставница из которой если вы пообщаетесь вам будет немножечко легче жизнь вам не раз давала какие-то подсказки но вы возможно их игнорировали поэтому совершали ошибки я вижу что вы часто способны помочь другим людям но себе не всегда способны помочь также в скрытых факторах я вижу пятерку кубков и она говорит о том что возможно у кого-то в доме есть болеющий человек или этот может быть какой-то ваш друг знакомый человек которому нужна помощь и вы на ближайшее время можете также быть заняты проблемами этого человека хотя сами нуждаетесь поддержки на завершение этого периода выпла карта луны и если говорить о выходных то скорее всего не стоит их планировать заранее потому что все равно что-то может пойти не по вашему плану в конечном итоге я так полагаю что вам не захочется какой-то шумной компании веселья бурного общения потому что по луне вы больше уходите в себя хочется побыть одной но вы со своими психологическими внутренними моментами не справляетесь хотя пытаетесь что-то понять решить или проанализировать есть также и старая конфликтная ситуация которая вас беспокоит и возвращается вашу жизнь потому что вы думаете об этом но теперь посмотрим если говорить о мужчинах то на ваши выходные может влиять женщина но и вам также не стоит что-то планировать потому что планы могут впоследствии меняться выходные дни вам стоит отдохнуть и не загружать свою голову тяжелыми мыслями тут очень много внутренних страхов давайте посмотрим что в карте совета на совет выпал туз жезлов я так полагаю что по этой карте вас скоро ждет какой-то новый проект или важное начинание интересно для вас и вам кто-то будет помогать в любых начинаниях но вы сами проявите активность для того чтобы начать что-то запускать или начать действовать по раскладу я так вижу что есть какие-то очень серьезные внутри семейные проблемы или тут есть какие-то проблемы у кого-то родом из детства с матерью часто непонимание или по женской линии тут может быть непростая судьба тут явно есть чем разбираться по этому раскладу давайте посмотрим сбудется ли ваше желание на ваш вопрос выпала девятка пентаклей она дает ответ да но скорее всего нужно немножечко больше времени чем вы планируете изначально очень много в вашем вопросе зависит и от вас самой если меня смотрят женщины если меня смотрят мужчины то на ваш вопрос может влиять женская особо если немножечко заглянуть глубже в отношении вашего вопроса на том этапе который для вас важен это да но позже потом я вижу что вы из-за чего-то как будто бы страдаете или чем-то недовольны вам из-за чего-то больно давайте все-таки в отношении вашего вопроса возьмем дополнительные карты из оракула полной луны и попробуем прояснить немножечко ситуацию потому что для меня идет очень спорная противоречивая информация несмотря на то что это ответ да чем же тут подвох выпала карта клевера карта удачи до возможности все хорошо но есть сомнения неуверенность много разговоров и карта косы все-таки то что я вам говорила что-то как будто бы потом вроде бы в начале есть а потом как бы отсекается и может быть тогда для вас что-то будет как прозрение две эти карты в комбинации показывают отчаяние возьмем для вас еще одну карту на дальнейшее развитие событий карта смерти которая может показывать завершение той или иной и ситуации когда в чем-то ставится окончательная точка карта скрытого форс-мажора также дополнительно по вашему вопросу эта карта высшей справедливости карта правосудия вопрос неоднозначные я правильно все поняла изначально и это подтверждается дополнительными картами и тут еще позже во что-то нужно будет вносить ясность по вашему вопросу на чашах весов будет очень и очень многое тут главное не ошибиться принять правильное решение и дополнительный совет на конечный итог это карта урожая через преодоление определенных сложностей это все-таки хороший результат на конечный итог вот такой была информация уважаемой рыбки оставляйте обратные комментарии пишите был ли вам этот расклад интересен полезен как он с вами проигрался если в вашей жизни все замечательно то явно это не ваш расклад потому что тут в раскладе очень много противоречий и эти противоречия прежде всего есть в вашей душе поэтому и расклад такой не стоит огорчаться расклад это не приговор а возможность проникнуть под покров тайны собственной жизни заглянуть немножечко в будущее и благодаря тому что вы уже имеете на руках полученную информацию вы что-то можете предвосхитить корректировать моделировать по своему усмотрению есть те моменты по судьбе которые мы не можем обойти они неизбежны но есть и то что все-таки мы способны менять самостоятельно поэтому всем вам удачи возможности пусть даже сложные карты проиграются для вас максимально безболезненно всем до свидания и жду вас на следующей неделе а а а а Субтитры создавал DimaTorzok